Добрый вечер, дорогие друзья. Пожалуйста, дайте мне обратную связь, как меня слышно. Там, где обычно печатаются вопросы. Ну, надеюсь, меня слышно. Запись... Хорошо слышно, спасибо. Значит, запись пошла. Очередной вебинар. Я всех рад приветствовать на сегодняшнем вебинаре, кто смогли на нем участвовать. Вот. У нас осталось с прошлого раза целый ряд... Целый ряд... Как целый ряд? Тема IPO, разъяснение, которое я хотел вам дать. Но пока мы тут переживали от прошлого периода до сегодняшнего дня, а я с прошлого вебинара до сегодняшнего дня, поступил ряд вопросов. Причем я посмотрел по вопросам, которые после просмотра вебинара у людей возникали. Я постараюсь на них сегодня ответить. Причем, ну, скажем так, по-разному можно к ним относиться, но тем не менее, вопрос есть вопрос. Люди в разные периоды входят в проект. Кто-то с ним более основательно связан, кто-то менее основательный. Наша задача разъяснять людям, а не говорить, что ты тупой там, или, извиняюсь, ты что-то недопонимаешь, или так далее. Нет, есть вопросы. Это хорошо, когда есть вопросы. Поэтому я постараюсь на эти вопросы ответить. Значит, вопросы. Уважаемые партнеры, это из чата, который, или, вернее, там, где можно, комментарии после просмотра вебинара в YouTube, по-моему, или где-то на каком-то канале. Уважаемые партнеры, покупал в 2015 году акции, но человек не покупал, а может быть, покупал, если в СВИГе что-то делал, или там иначе, потому что у нас мы не продаем акции, а мы принимаем кредит, и человек получает залог акции, которые вдруг стали долями. Потому что компания не вышла на биржу, вопрос ставит человек. Сейчас появились какие-то залоги. Я что-то пропустил, кто ответит? Ну, кто ответит? Я отвечу. Значит, уважаемые, если вы слышите и слушаете сейчас, если нет, надеюсь, вы услышите, а не помешает и другим понимать, что да, в 2015 году проект, когда я входил в конце 2014 года в проект, как бы своими первыми инвестициями. Причем я абсолютно внес тогда свои 200, по-моему, фунтов стерлингов и принял это как некий, как бы благотворительный жест, поддержку этой технологии, еще не разобравшись с ней основательно. Вот, и стал разбираться, куда же я все-таки, как бы, поддержку отдал и понял, что это очень перспективно. И теперь вопрос на ответ, которые вдруг стали долями. Но мы в прошлый раз говорили об этих долях, я не буду сегодня повторяться. Вы понимаете, это на русском языке идет игра слов. И доли это... На международном, или, скажем так, на английском языке shares есть shares. То есть есть форма компании, которая выпускает ценные бумаги. Вот, они могут быть внутреннего доступа, открытого доступа и так далее. Вот, долями мы стали называть лишь только потому, будем говорить откровенно, что стали в одном или в другом или в третьем месте обвинять, что вот, видите ли, они торгуют акциями. Что, скажем так, это регулируется различными финансовыми регуляторами и так далее и тому подобное. Потому что люди много ошибались и говорили. Именно как здесь написано, покупал акции. Акции не продаются, еще раз повторяю. И долями они названы лишь только потому, чтобы развести в какой-то степени или разграничить, правильно так сказать, периоды. Что, пока они являются залоговыми, то их можно назвать, условно говоря, внутренне, как бы, такая договоренность, что мы называем их долями. Хотя они, в принципе, являются акциям и регистрируются в реестре компаний, как акции. Когда я один раз на одном вебинаре показывал, что выписку из реестра компании, там четко написано shares. shares. Все. Это акции. Ибо компании не регистрируют доли, они не регистрируют акции. Не вышла на биржу. Потому что компания... Да, в какой-то степени можно так сказать. Причина одна из этого. Потому что на биржу будут четко выводиться акции. Это можно так назвать. Сейчас появились какие-то залоги. Не появились залоги. С 2016 года, я помню, это с марта месяца, по-моему, была разработана правовая основа для того, чтобы, к сожалению или к счастью, находиться в так называемом сером слое или в сером подходе, который не регулируется и не требует регуляции получения лицензии на какие-то операции с чем-то с акцией. Потому что, с одной стороны, это человек вносит за как бы кредит, кредитует, так называется, кредит, а не под залог. С другой стороны, у него появляется возможность забрать залог и не ждать возврата сделанного кредита или сделанной инвестиции. Все. Поэтому называется под залог. Этот залог, с момента, как только он волю изъявляет, я хочу получить залог, он становится, скажем, владельцем этого залога. А залогом являются акции компании в принципе. Или, как мы их называем сейчас, долями, которые вносятся в реестр компаний. Вот, я надеюсь, что я еще раз ответил на этот вопрос. Второй. Здравствуйте, уважаемый. Я хотел спросить, у меня есть доли, и вы говорите, надо поменять доли на акции. Ну, вот видите, это из той же оперы. Не надо ничего никуда менять. Как можно повезти? Спасибо. Ничего не надо ни на что менять. Вы узнайте это, что в лоб, что пол в акции или доли, понимаете? Поэтому будет процесс вывода акции на IPO, и тогда, скажем, так все встанет вообще окончательно на свои места. Если так можно говорить. Валя Редько. Ну, тут целый как бы букет, скажем так, различных вопросов. 51% рассуждений идет человека, но это полезное такое рассуждение. Спасибо, Валентина. Значит, 51% выйдет на рынок. Будет выводиться на рынок не менее 50% плюс одна акция. Это не свободные акции, это доля юнитского. Нет, это абсолютно свободные акции, которые сохраняются специально в компаниях Евразии, Нарелскове Системс Холдинг. В каждой из них 50% плюс одна акция. Они становятся, остаются свободными. Получается, доля юнитского выйдет, а наши нет. Нет, не доля юнитского. Это выйдут свободные акции, они выводятся на рынок. И мы ждем полгода, условно говоря, как начнется, как идет торговля. И вот мы сегодня будем говорить про IPO. Там бы еще, я вам еще кое-что разъясню, что очень важно понимать, когда идет вот выход или подготовка выхода на IPO. Поэтому ничего там не надо, значит, мы будем ждать, да. Это правило такое на международных биржах. Есть некоторые биржи, которые позволяют 90, не 180 дней, а 90 дней. Но это очень редко и там есть свои особенности. Не будем сейчас на них вдаваться. Цены по ним будут на рынке формироваться. Правильно, да, будут на рынке формироваться. Но выходить будут акции и выводятся, как правило, выводятся, это, ну, скажем так, 99 случаев выводятся по номинальной стоимости акции. Либо за основу возьмут долю юнитского. Нет, никакой там доли. Какая доля юнитского? Это свободные акции в компании, которые не были использованы. Их нельзя по условию даже использовать. Это условие. Мы должны столько ставить. Иначе нам нечего вводить будет на рынок, понимаете? Вот, понятно, надеюсь, теперь вам. Акции должны все выходить на рынок. Да, выводя одни акции, свободные акции, мы к ним присоединяемся через определенный период. Вот так что ни у одного, а вышли компании, и мы вместе с ними, понятно. Но мы выходим, это значит, вернее, даже не мы вместе с ними, а правильный такс тоже. Компания, Евразия, Нарелис Кависисин Холдинг, одна, вторая и третья, вывели или выведены были акции этих компаний. И теперь у нас есть возможность оперировать со своими акциями. Они становятся с момента вывода, после 180 дней, возьмем такой самый распространенный случай, они становятся как бы ликвидными. И мы по определенным процедурам к этому подойдем. Я иногда об этом говорил, что через регистрацию счета ценных бумаг мы можем тоже выходить потом и выводить определенное количество своих акций на биржу или оттуда покупать и выводить на свой этот счет в регистре. Так, четвертый, где найти договор конвертируемого займа, где найти требование подписать его? Вы знаете, договор конвертируемого займа вы можете найти у себя в кабинете. Значит, если вы не найдете, можете обратиться в техподдержку. Где найти требование подписать его? Значит, посмотрите, когда вы закончили, или человек, который осуществил инвестицию кредитования проекта и не воспользовался еще, скажем так, возможностью взять или воспользоваться кредитом своего, извиняюсь, залогом своего, перевести залог на себя или свое пользование, там есть процедура. Осуществите и доведите ее до конца. Если вы сами не разберетесь, обратитесь к человеку, который вас приглашал. Если и такого не найдете, то тогда обратитесь к куратору региона или, опять-таки, самый верный путь это в техподдержку. Задайте вопрос, они вас прямо, вот, ну, скажем так, от шаг по шагу доведут до конца. Или, по крайней мере, вам разъяснят, как это делать. Пятый вопрос. Пожалуйста, какова защита личного кабинета от взлома? Хороший вопрос. Я специально взял и хочу вам показать свой пример, как я вхожу в кабинет. Вот я нажимаю, вхожу на, значит, по ссылке, вхожу на вход в кабинет, авторизация. Я ввожу свой имейл, ввожу пароль, войти нажимаю. Мне выходит такой, такой вид на экране. Введите шестизначный код из приложения Authenticator. У меня есть в мобильном телефоне это приложение. Я нажимаю сюда, нажимаю сюда и нахожу его. Вот он мне находится здесь, видно, да? Вот он здесь. Вот нажимаю сюда. Видите, и у меня здесь выскакивает цифра. Она действует ровно столько здесь, сколько круг вращается. Как только он заканчивается, выходит следующая новая цифра. Вот видите, сейчас увидите. Уже новая другая цифра. И вот в этот период я должен эту цифру занести вот сюда. Внес ее. Никто никак к этому идентикатору не может доступ, кроме меня, получить. Я нажимаю на вход, вхожу в кабинет. Теперь, если мне недостаточно этого, ну, по каким-то причинам, я не знаю почему, но это очень хороший, двухуровневая, очень хороший. Я на стройке вхожу. Вхожу в безопасность. Там есть видеть такой раздел безопасность. И после этого у меня открывается настройки и введите способ подтверждения транзакции. В данном случае я воспользовался вот двухфакторная аутентификация. Вот он у меня, видишь, подключен. Я этим пользуюсь. Пин-код выбран. Вот это моя сфера, которой мне вполне достаточно. Есть еще код через телеграмм возможность. Есть код через имейл. Я этим не пользуюсь. Мне этого вполне достаточно. Потому что, кроме того, еще, у меня есть возможность, когда я делаю какие-то операции финансовые, перевод или запрос на вывод средств, или перевод этих средств в кабинете кому-то, да, или с кем-то там поменяться надо, или кому-то переслать надо какую-то там сумму, да, я ввожу код сюда. Мне снова выходит такая вещь. Никто не может этим, кроме меня, воспользоваться. Ввожу четырехзначный крот. Отмечаю, что я не робот. И подтверждаю. Но еще это тоже ничего не значит. Опять-таки, приходит ко мне сюда, приходит им подтвердить и запрос на вывод средств. Подтверждаю. Опять-таки, двухуровневая. И только после этого что-то у меня там списывается или выводится в какие-то там другие, другие, значит, какие-то изменения происходят в моих средствах в кабинете. Понятно, да? И уже не говоря о том, что вот этот так называемый предыдущий двухуровневой, двухуровневой вот этот или то, что я показывал вам, значит, вот такой способ, он никаким образом не дает никакой возможности. Тем более, если я хочу получить выписку из регистра, то она тоже приходит только мне на имейл. Вот на этот имейл приходит мне эта выписка, если я закажу лично в кабинете. То есть достаточно надежно выстроена защита, потому что, да, несколько, три года назад у меня лично был, скажем так, кто-то взломал кабинет, как-то добрались, значит, достаточно простая была система и хотели вывести там сколько-то у меня средств было, хотели их вывести оттуда. Вот, но система смогла это все переостановить, потому что сразу все равно не осуществляется. Мне удалось это дело остановить и, скажем так, мошенничество не сработало. То есть таким способом или таким образом у нас есть вполне хорошая возможность, значит, осуществлять все эти защиты. Так, теперь дальше, что там у нас еще было, взлома. Анатолий, расскажите, пожалуйста, подробнее о 2, 3 и 4 трассах Skyway Innovation Center в Шарже. Какой длины каждая, для каких они юнибусов, юникаров, юниконтов на второй трассе промежуточной опоры через 50. Дело в том, что, вы знаете, это не совсем ко мне ответ, но поскольку вопрос задан, и это все вы можете сами посмотреть, конечно, с линцой можно дать, может, масло в ответе. Может, я отвечу, но вопрос в том, что я отвечу на то, что я, ну, скажем, считаю необходимым ответить. Это все вы можете посмотреть. Там вторая, третья, четвертая, тем более сегодня показывали там кое-что. Вот. Какой длины каждая из них? Там 400 метров, есть 2 километра. Сейчас я об этом еще расскажу. Но, значит, важно то, что на второй трассе промежуточной опоры 50, я хочу сейчас это пояснить, 50 метров на третий через 200 плюс метров. В чем их отличие? Отличие в том, что, как правило, 50 метров стоят опоры, это когда, значит, навесной, то есть трасса или путевая структура, конструкция, по которой ездит транспортное средство, она как бы стоит, и он ездит поверху, сверху. А подвесная – это когда путевая структура сформирована, значит, как бы подвесная, и тогда сама путевая линия может быть между опорами, может быть, 200 и 400 метров. 400 метров, например, у нас в Экотехнопарке до 400 метров есть расстояние. В целом может быть до 3-5 километров вообще это расстояние, в зависимости от того, где, что и когда строится. Расчеты на такие варианты тоже сделаны. Вот в чем отличие? Навесной и подвесной. Навесной – это ездить поверху, подвесной – это когда, значит, трасса сверху, а само транспортное средство «Юникар» или «Юнибус» или «Юнивинт» или «Юнибайк», они ездят снизу, как правило, подвешенной. Вот такая разница в основном. Так, и, значит, есть еще, сейчас посмотрю, там как-то сегодня странно. Еще на шестой вопрос есть ответы сейчас. Значит, на строительное, значит, смотрите, источник интервью Олега Зарецкого из Объединенных Арабских Емельян. На строительной площадке в парке уже есть дистанция, как я уже говорил, действующая 400 метровая. Так, ожидается, что этот пилотный продукт насчет перевозить пассажира в марте этого года, потому что тоже задавался вопрос, что обещали, вроде бы нет. В марте месяце уже там многое, что делается. Еще одна двухкилометровая, там чуть больше двух километров трасса, должна быть открыта в парке в мае. Тоже все правильно, в инновационном парке. И через три года можно будет ввести в эксплуатацию 130-ти километровую воздушную трассу от Шаджи до порта Хорфакан для перевозки грузов. Но, скорее всего, это будет, насколько я могу сегодня прокомментировать, для такого, ну, общего развития, общего понимания, как я это сам понимаю, что это будет вообще-то два в одном. Это будет и грузовая для перевозки грузов. Грузы, как правило, предусмотрены поверху, то есть навесной, сверху. Вот, но она может быть еще и как городская транспортная, то есть снизу могут ездить юникары, юнибусы, но могут и сверху ездить, так что ничего страшного. Два в одном. Разработанная технология позволит подвесным, подвесным вагоном, подвесный вагон, подвешенный сверх струнный, перемещаться с скоростью 50 км в час. Ну, это после открытия полноразмерной линии. Что под этим подразумевалось? У меня здесь есть целый ряд вопросов, поэтому я вот, ну, что там написано или что там было сказано, так воспользовался этим. Но у меня здесь есть целый ряд вопросов, поэтому я этого пока не комментирую. Олег Зарецкий, генеральный директор, сказал, что стоимость строительства сети сопоставима или дешевле. Ну, вот тоже очень важный момент. Прокладки новых дорог и со временем требует значительно меньше затрат на эксплуатацию и обслуживание. Вот все, что я могу вам ответить по этому вопросу. И, в принципе, это вы все могли бы и в интернете сами найти. Так, дорогие друзья, так, что у нас там пока нет вопросов, значит, идем дальше. Это мы смотрели. Теперь смотрите, что я хотел, о чем бы я хотел с вами сегодня еще поговорить здесь, это то, что сегодня очень, ну, как бы задается целый ряд вопросов, причем иностранными партнерами, нашими русскоговорящими из России, из разных других стран, что, почему мы застряли почти уже, вот сколько мы тут, почти полгода, почти, да, даже уже, наверное, больше, на 14 этапе. То есть, фактически, когда мы посмотрим вот этот этап и развитие группы компаний Skyway, где изложено 15 этапов, их содержание работ, финансирование и так называемые залоговые акции компании Евразии, Нарелоскавея Системс Холдинг, на каком этапе, сколько должно быть привлечено инвестиции, сколько для залога выдано или выделено акции и так далее, то нас сейчас не та сторона, а нас интересует, какие выполнения работ. Фактически, 14 этап, видите, по этому плану, этапам развития, предусматривалось, что это будет август, ноябрь 2017 года. А мы переходим с 20-го, 21-й год, и мы еще сегодня на третьем месяце 21-го года находимся все равно еще на 14-м этапе. Подэтапы даже мы еще и подэтапы не использовали. Вот, как бы смещение срока уже на два с половиной, почти три года здесь, по 14-му этапу. Кто-то, кто сегодня сидит и, может быть, не знает всей предыстории, значит, проект в 2013, в конце 2013-го, 2014-м году никто вообще многих вещей не мог предположить, ни коронавируса, ни каких-то там сбоев, скажем, были оптимистические, пессимистические варианты, да, но там разница в один год, как правило. Вот, фактически, нас достаточно сильно, во-первых, с высокоскоростной линии в Белоруссии, после того, когда там начались эти процессы, пришлось переориентироваться, искать новые варианты, потом еще опять вновь вернуться обратно. Это не значит, что по высокоскоростной линии не велись работы, они велись и ведутся. Но, тем не менее, время-то идет, дорогие друзья. И поэтому сегодня мы где находимся? Мы находимся в выполнении работы. Продолжение работ с заказчиками, поставщиками оборудования, комплектующих, эта вся работа ведется, она идет, не приостановлена, 14 обдействует, вот в этой части. Значит, дальше. Производство эстакадной, путевые структуры, подбежной состав и инфраструктуру второго уровня, станции, вокзалы, все работает. Что делается в шарже, что сделано и продолжается, это анкерные станции, как, значит, вокзал и так далее. И там, и там, используется, делается. Второй подпункт основных выполнений работы – это продолжение работ по завершению создания опытно-промышленной. То есть, опытно-промышленной и производственной баз холдинга ведется. Производственный цех, производство юникаров, юнибусов, юнилета – все это осуществляется. Но здесь важно то, что желтым будет последнего незавершенного тестового комплекса высокоскоростной СВ Скайвей-системы. С этим пока не выйти на трассу. Мы еще не вышли. Еще даже, скажем так, земляных первых работ. Хотя проектные работы на несколько вариантов уже сделаны. Третий подпункт – продолжение работ по созданию научно-испытательного, технологического, промышленного и эксплуатационного оборудования. Это же целый комплекс, дорогие друзья. Без этого ни один акт нельзя подписать, ничего нельзя делать. Это все делается. Сертификации и так далее, и так далее на втором уровне. Четвертый подпункт – продолжение заказчиками со всего мира по адресным проектам. По двум, скажем так, почти по двум, по городскому или, скажем, по всем городским технологиям городского транспорта уже можно это все делать, это делается. И получение предзаказов и авансовых платежей по этим заказам. Этот год в этом и как бы развивается. Поэтому, пока мы не подготовим, пока мы не подготовим, вот здесь самым основным является тестовый комплекс, высокоскоростной SkyVay систем. Нам трудно выйти из 14 этапа. Понимаете? Я сегодня могу только сказать так, что я как инженер по одному из образований, я не вижу здесь сейчас, скажем, вернее, для меня триггером или таким отправной точкой к переходу на 15 этап будет то, что когда начнется строительство высокоскоростной тестовой трассы. Неважно, где это будет. В Объединенных Арабских Эмиратах, в Белоруссии. Может быть, там и там. Все зависит от финансирования. А может быть, где-то еще в третьем месте. Поэтому надо отсюда, и когда человек задает вопрос, ага, 14 этап, почему мы в 14 этапе, понятно почему. Почему не перешли на 15? Понятно почему. Когда перейдем опять, понятно, давайте смотреть за этим, и тогда более-менее мы сможем сориентироваться, когда будет ли это через два месяца, будет ли это в первой половине этого года. Но я так думаю, что в этом году это в любом случае будет. Вот, я так думаю. Но, как говорится, бывает и на любого проруха. 15 этап. Чтобы его осуществить, мы уже здесь, если смотреть по работам, то уже здесь фактически должны были быть декабрь 2017 года, прошел 18, 19, 20, 3 года, и идет третий месяц уже третьего года. Понимаете? То есть смещение уже три с половиной года. Завершение работ. Завершение строительства, испытательности, тестового комплекса в экскоростной городской, междугородской и международной сковей системы, 500 км в час. Что здесь важно? Я уже неоднократно говорил о том, что высокоскоростной комплекс сковей создан по принципу 7 в 1. Прошу, посмотрите, что это значит. Я сейчас не буду каждый пункт, я уже об этом когда-то говорил. Что это перевозка пассажиров, это перевозка штучных грузов, это линейное обслуживание комплекса по принципу спецтранспорт, жидкие грузы, использование структуры. То есть здесь заложена вся концепция. Это мощнейший комплекс. Но важным или, скажем так, ключевым словом является испытание и сертификация тестового комплекса высокоскоростной межгородской и международной СВ сковей системы транспортной. А, и плюс создание салона продаж технологий для высокоскоростной. Это очень важно. И второй пункт, или пятнадцатый этап, это что для нас очень как бы важно, это демонстрация действующего высокоскоростного международного инновационного транспорта комплекса десятком подсоциальных заказчиков. И что еще самое важное, что получение, пятнадцатый этап, друзья, переход из одной фазы в другую, сейчас мы об этом будем говорить, когда мы начнем говорить, я начну пояснять вам IPO. Отвечая на вопрос или на понимание, а когда мы перейдем вообще к IPO, это демонстрация действующего высокоскоростного транспорта и заключение контрактов на адресные проекты высокоскоростного международного транспорта на десять миллиардов долларов. А что это значит, ну, заключили контракт? Если смотреть, что в течение определенного, тут написано в этом, в этапах развития, что в течение трех месяцев авансов платежей пять процентов на общую сумму не менее пятисот миллионов долларов, то есть высокоскоростной тестовый комплекс стоимостью, он стоить будет, условно говоря, он немножко дороже, чем 100 миллионов, он от 100 до 160 миллионов долларов, покупаем в течение первого же месяца демонстрации, даст доход, ну, доход, да, что поступление средств, доход это еще не прибыль, вот, поступление средств пять раз больше, чем он сам стоит. То есть приток финансовых средств, это очень важно. Вот пятнадцатый этап, и это будет на пятнадцатом, когда он будет, я уже сказал, четвернадцатый, закончим, переходим на пятнадцатый. Но это все может происходить, произойти на один щелчок, как только поймут инвесторы, и как только начнется строительство, я это вообще вот, ну, вот, я чувствую каким-то седьмым чувством, что, скажем так, как только увидят, и будет что показать, что вот высокоскоростная трасса есть, вот этот пятнадцать два пункт начнет очень быстро реализовываться. Ну, время покажет. Итак, дорогие друзья, что мы на сегодня имеем? Мы на сегодня имеем, значит, то, что проект в первой фазе подошел к четырнадцатому, находится на четырнадцатом, пятнадцатом, они будут реализованы, первая фаза будет завершена, проект перейдет, но он не так, что вот, знаете, вот прошли одно, параллельно идет проект, подготовка и реализация второй фазы, видите, уже в четырнадцатом этапе есть, реализация адресных проектов, их десяток, более десятка, мы уже говорили об этом, плюс, да, плюс в первой фазе выкуплено почти пятьдесят минус три акции, пятьдесят процентов минус три акции, у каждой компании по одной, да, вот, Евразия, ВСК, ВСИС, Холдинг, это все в первой фазе, как только она закончится, пятнадцать этапами. Далее, во вторую фазу переходя, начнется вывод на адресные проекты, выход на адресные проекты, на СТО, это все капитал для того, чтобы в конечном итоге заявить, что созданы предпосылки и условия, выполнены требования, доказана привлекательность проекта, проекта, и это основа для выхода на IPO, если так вот образно смотреть. Теперь смотрим, значит, хорошо, а что вообще основное об IPO можно и нужно знать, это повторение, об этом уже неоднократно говорилось, я, как и обещал, повторяю, что инициация публичного предложения, initial public offering и ICO, ну, ICO здесь не совсем правильно, с ICO мы сейчас не говорим, это со старых осталось, я как-то его пропустил. Сделано впервые публичное предложение, это является IPO, инвесторам стать акционерами компании, дополнительно через предложение именно свободных акций. выбор схемы IPO или ICO, нет, STO, или STO, токены, безопасность, цифровые версии и так далее. В данном случае давайте говорить только об IPO, чтобы не все в одну кучу, так? Выбор торговой площадки или страны, где это будет делать, но, скажем так, своим умом это все очень тяжело делать, поэтому нужно выбрать андерайтера, как их по иностранному называют, то есть того, кто будет поддерживать весь этот процесс. Какая основная цель этого, этой компании, это не кто-то там Иванов Петров или там господин Смис или еще кто-то, а это компания, которая имеет определенный опыт, лицензии и так далее. Главная цель этой компании, андерайтера, проведение успешного, подготовка и проведение успешного IPO, результаты которого удовлетворили бы как самого эмитента, то есть компании Евразия, на Релоскаве и Систентальном случае мы о ней говорим, так инвесторов, получивших новые акции, то есть тех, кто будут отмечать эти новые акции. Ну и, конечно же, тех, кто уже являются акционерами, потому что это традиционно такова цель, а в данном случае еще здесь есть и мы, кто, мы уже вот 50% минус 3 акции. И основные задачи, если это главная цель, то выбор схемы IPO, анализ компании, ну в данном случае из группы компаний, скорее всего, или вернее всего консорциума, скажем так, этого большой международного консорциума, потому что там достаточно много компаний, надо разобраться, кого показывать, там не только Global Transport Investment, не только Евразия, на Релоскаве и Систентс, не только Юнистский Стринг Технологии или ЗАО Струнные Технологии, а еще надо показать то, что выгодно и то, что очень, как бы, ну скажем, хорошо покажет компанию, покажет, вернее, существо этого бизнеса, его результативность. Анализ подготовки и осуществление всех юридических процедур, там масса юридических процедур, описание бизнес-плана, уже не того только бизнес-плана, который был разработан в 2014 году или к 2014 году, а бизнес-плана, что и как пойдет дальше вот с этого момента, как она идет, куда приглашаются инвесторы и так далее. Вот, теперь привлекательности и плюс маркетинг, маркетинговый план, это целая стратегия должна быть разработана, это задачи андерайтера, привлечение инвесторов, причем привлечение каких инвесторов, мы уже инвесторы, но надо привлекать, как я в прошлый раз уже, наверное, говорил, привлекать так называемых ключевых инвесторов, которые отметят, которые, скажем, по всем гарантиями подпишутся, что мы в случае вывода при таких-то условиях, ознакомившись с due diligence, значит, резервируем за собой там миллиард свободных акций, которые выводятся на, будут выведены на этот самый, на IPO, вот, и при таких-то условиях, на опционных условиях, мы их выкупаем с самого момента, с самого момента открытия IPO, по такой-то стоимости. Стоимость иногда указывается, иногда не указывается. И здесь целый ряд их там должен быть, и это необходимая задача найти таких вот этому андерайтеру, вместе с, естественно, с Global Transport Investment, то есть с владельцем технологий. Определение цены предложения акций. Да, есть правило, выводится на по номинальной стоимости один доллар каждая акция, по крайней мере, по состоянию на сегодняшний день это так. Значит, что будет к тому дню, и будет ли вообще доллар к тому дню, это отдельный вопрос. Об этом мы тоже с вами говорили, и поэтому будем сегодня отталкиваться от того, что есть. Один доллар. Но в данном случае ведь есть целые весообразности, как будет построена стратегия, вот эта стратегия вывода этим андерайтером или вместе с ним. Что, как выгодно показать, что вот смотрите, мы выводим по доллару, но стоимость уже там доллары 10 центов, или там сейчас пока они стоят, скажем так, если сейчас мы придем к этому определению. Ладно, не буду сейчас здесь очень вдаваться в определение цены предложения акций. Мы еще вернемся чуть-чуть к этому. Так, дальше. Что можно и нужно выводить на рынок в нашем случае? Нужна ли реструктуризация группы компаний, кто помогает? Ну, мы говорили, что привлекается для этого инвестиционный банк и или еще какой-то, скажем так, инвестиционный фонд или группа фонда. Юридическая фирма, например, группа фондов, пенсионные фонды с превеликим удовольствием могут, значит, уже начинать с нами переговоры, и это может быть в процессе подготовки выводов. Они могут стать или один, или их консорцию может стать одним из крупнейших инвесторов, взять, зарезервировать опционно. Юридическая фирма, которая нам будет поддерживать, готовить это все, потому что это все должно быть филигранно выполнено, все договора и так далее, и так далее, опционные договора. Аудиторская фирма, имеющая международную аккредитацию для проведения due diligence, то есть сейчас мы к этому еще придем. Due diligence – это эмитента, то есть компании, которая выводит свои акции на IPO, это всестороннее объективное представление о компании. Сейчас мы посмотрим, какое представление. Подготовка компании к публичному статусу – это финансовая отчетность, юридическая экспертиза бизнеса, который компания вела и ведет в данный момент, экономическое описание его эффективности, как это происходит. То есть это должно быть полностью препарирован весь процесс от 2014 года до момента, когда будет осуществляться вывод. Допустим, это будет отмечено, я не знаю, 1 августа 2022 года или 2023 года, или 2024 года. Это будет выяснено, когда это будет. К этому моменту полностью все должно быть разложено по полочкам. Оценка технологического и кадрового потенциала. Ведь одно дело – есть бизнес, но нет кадров. И такой бизнес абсолютно, ну скажем так, я как предприниматель, как консультант могу вам сказать, что оценка компании осуществляется в первую очередь, или скажем так, по двум основным факторам. Так называемая эффективность бизнеса и способность кадров. Есть ли кадры? Можно расписать и прекрасно показать, что бизнес красивый, но нет кадров, которые обеспечивают этот процесс. Если кадров нет, если нет системы воспроизводства кадрового потенциала, это очень большой минус. Маркетинговый анализ деятельности компании, перспектив, в том числе сектор экономики, где она действует. То есть это тоже все очень важно. Дальше, процесс, я просто не буду сейчас больше вдаваться, там есть пять основных так называемых блоков у due diligence. Это анализ финансовой и хозяйственной деятельности, экспертиза, учредительные документы в компании. Зачем она нужна? Ага, для того она и нужна. Насколько легитимно распределены и осуществлялся процесс финансирования, есть и долги у компании, как, насколько акционеры, которые уже владеют вот этими долями или залоговыми акциями, внесены в реестр, это 50% минус одна акция в каждой из компаний, насколько, значит, по учредительным документам все процессы проведены, как бы, ну, легитимно и правильно, юридически и финансово. Правовая экспертиза правоустановливающих документов компаний, то есть права, которые компании имеют, соблюдены ли они поэтапно, не делалось ли каких-то изменений, что не соответствует стратегии и заявленным, как бы, заявкам и так далее. Оценка четвертой, рыночной конъюнктуры, анализ рисков, маркетинговой политики и так далее. То есть куда, куда входят, куда будут ходить, что будут приобретать, что стоит за теми акциями, которые выводятся на рынок. И финансовая оценка предприятия еще, кроме всего прочего. Насколько она состоятельна, как я уже сказал, каков баланс, какова, значит, динамика развития и так далее. Целый ряд, целый ряд вопросов. Вот due diligence, это основательная работа. Она ведется, как правило, я где-то писал, от 5-6 месяцев до года может занять времени. Так, это мы уже все говорили. Теперь это следует изменить или наработать. Вот какие вещи в процессе, как только начнется отчет периода подготовки к IPO на полную мощность. То есть будет андерайтер, значит, выбран. Это толковая юридическая структура. Еще раз она должна быть вся проанализирована. Показатели бухгалтерской финансовой отчетности вычищены, приведены все в порядок, если там что-то не так. Корпоративное поведение, кодекс. Все-все-все создания представления о компании, что мы уже делаем второй год, исправляем те ошибки, которые в первые периоды 15-16, 14-15, 16-17 года были, 18-го. То есть мы практически 19-20 год зализываем те нанесенные на теле группы компаний, нанесенные в масс-медии раны. Эффективное производство и проекты строительства, которые есть, правильно их все разложить, показать про, скажем так, маркетинговую сторону и так далее. Перспективы бизнеса. Вот что очень важно показывать. Теперь дальше. Стоимость бизнеса, от чего она зависит? Стоимость собственного капитала. Помните, мы смотрели по бюджету, извиняюсь, по балансу, какова сейчас стоимость и через что можно этот собственный капитал оценить? Это основном, куда он вкладывается, это юнистический стринг технологий, это международные или же заостронные технологии. Динамика денежных потоков. Очень важно показать, как это дело осуществляется в компании. Темпы роста. Понятная эффективная стратегия и так далее. Эффективность управления активами. Ну, в данном случае у нас управление активами, это так называемое, скажем так, даже вот то, что было сегодня у нас по 15 этапу было показано, что привлечение строительства на 100 миллионов дает эффект 500 миллионов. Понятно, да? Сразу же. Вот это эффективность управления активами называется. Это, скажем так, элемент эффективности управления активами. Прозрачность структура капитала. Насколько он ясно, скажем так, рукой материально осязаем, отражен в балансе компании, в бухгалтерской отчетности и так далее. Насколько он оформлен правильно, его принадлежность и так далее. Риски отраслевые экономически и по странам, где этот бизнес, если это Республика Беларусь, то в Беларуси, если это Объединенные Арабские Эмираты, то это Объединенные Арабские Эмираты и так далее. Стоимость заемного капитала. У нас, скажем так, прямого заемного капитала нет. У нас может возникнуть заемный капитал в случае, если к концу 15 этапа, ну, можно так сказать, это не совсем правильно и корректно, но можно так сказать, чтобы для понимания, что к концу 15 этапа фактически останется, ну, какое-то количество, я не знаю, там, 100 человек или тысячи человек, которые не воспользовались залогом и они являются кредиторами. И фактически они дали заемный капитал и тогда его надо в балансе будет перевести как в заемный капитал. Пока, значит, такой бухгалтерское, скажем, аудитирование не делано, и чтобы тут не путать божий дар с ищницей, его у нас почти что нет заемного капитала. Мы все осуществляем за счет своего внутреннего кредитования под залог. Вот. Вот это стоимость бизнеса, то есть отсюда выходит то, что, скажем так, о чем можно говорить? Это когда мы говорим, что какова, 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 какова стоимость, стоимость, где тут я показывал вам, стоимость самого финансовая оценка предприятия. Вот от чего она тоже зависит. И теперь на завершение фактора, который на стоимость компании. Ну, я уже об этом говорил, тут есть перечень, давайте его не будем сейчас повторять. И хотел бы завершить сегодняшнее на так называемый SWOT-анализ, или же SWOT – это сильные стороны, первая буква вот этих слов, сильные стороны, strengths, слабости, weaknesses, opportunities, возможности и threats – это опасности. SWOT, SWOT называется, вот, сильные стороны. И зачем он делается, если делается анализ? Здесь просто не анализ, здесь фиксированы эти стороны. Но мы могли бы в следующий раз посидеть и минут 10 провести анализ, потому что материализация инвестированных средств – это сильная сторона. Она инвестировалась, и за ней сразу же встает за каждой инвестицией, или за каждым кредитом, условно говоря, встает конкретная капитальная стоимость, или капитализация. Вот. Но у нас отсутствие, значит, ну, тут есть слабости. Дальше, ладно, будем немножко иначе. Надежной капитализации проекта. Надежно? Надежно. Значит, высокий дисконт залоговых акций. Постоянно, начиная с первого этапа, и вот до 14 этапа, он высокий и привлекательный. Он дает возможность, как бы, сравнивать, как выгоды предстоят. Но они еще только предстоят, это всегда надо помнить. Это сильная сторона. Но есть и слабости, что, например, недофинансирование проекта, понимаете, несмотря на то, что вот все это так хорошо. Высокая востребованность транспорта – это очень сильная сторона. Я сегодня мог бы вам рассказать очень интересную историю про то, что сейчас, как в одном регионе Российской Федерации, скажем, сколыхнулось на уровне команды губернатора, представляющая, значит, они пришли к выводу, что только наша технология может решить их проблемы. И это очень важно. Высокая востребованность транспорта. Потому что, ну, нет ничего, умные люди понимают, нет ничего другого. И нечего тут выдумывать. Понимаете? Надо поддерживать то, что есть, и с этим дорабатывать, дорабатывать. Мне очень интересно ответили, сказали, да, мы понимаем, что технологию эту надо вводить в эксплуатацию. Поэтому мы готовы начинать определенные движения. Ну, слушайте, что еще лучше, какой лучше еще ответ можно получить? Просто надо действовать сейчас дальше. Это очень мощный ход. Инновационный потенциал технологии колоссальный. Мы сейчас находимся, как я говорил, уже на пятой или пятой, пятое поколение технологии, шестое по определенным решениям, да. Потенциал там безграничный. А дальше, это так, около земной или общепланетарная транспортная система ОТС. Это вообще там, ну, друзья, я об этом уже говорил, очень хорошо об этом говорит Юницкий, поэтому я не буду повторяться. Широкий спектр инвестпакетов. Хорошая, сильная сторона. Народно-кредитовая инвестирование. Очень сильная сторона. Какие возможности? Рост стоимости акций выше одного доллара. Многоуровневая капитализация. То есть, что значит многоуровневая капитализация? Это то, что капитализируется в имуществе. Это раз. Инвестиция, кредит капитализируется в имуществе, в экотехнопарке, в инновационном парке, в шарже, еще где-то. То есть, в реальных вещах. Но это один уровень. Второй уровень – это то, что от первого этапа до 14 этапа, скажем так, себестоимость залоговых акций, она меняется и она возрастает. Это вторая капитализация. И есть третья предполагаемая капитализация, это когда выводится на IPO по одному доллару. Есть, скажем так, дальше будет капитализация, если будут прирастать стоимость выше номинальной стоимости, и даже уже сегодня она, капитализация, даже по одному доллару увидена, она уже в любом случае выше всех предыдущих себестоимостей, так называемое, ну скажем, получение залогов в свою пользу или в свое владение. Поэтому уже это третий уровень или, скажем, капитализации. Участие акций в предстоящих адресных проектах – это еще отдельная история. Через токены и так далее. Рост международной известности, возможность, и она постоянно используется. Развитие ОСТ и расширение рынков, только работы, патентирование сертификации в стране адресного проекта – это так и будет, и осуществляется эта возможность, она используется. Планетарная потребность в Skyway, понимаете, это колоссальная необходимость. Есть слабости – это отсутствие. Отсутствие в данном случае у нас, значит, компетенции вывода. Но занимаемся и будем привлекать именно андерайтера, который будет очень правильно нас выводить, надеюсь, по крайней мере. И не будет никакого карантина в том периоде, как мы сейчас затянулись с СТО очень сильно, только благодаря вот этому карантинному периоду. Уже год больше, да, год как раз, 15-16 марта будет год. Акции не имеют рынка до выхода на биржу. Да, нет, это и слабость, это и в определенном смысле плюс. Недостатки инвест-платформы постоянно дорабатываем, но тем не менее и одну, и другую. Одна приказала жить, инвестиционная, называлась она у нас «Свик», если помните. Это вообще с недостатками, там много чего. Это не тема нашего сегодняшнего разговора, и в ближайшее время я об этом буду с вами еще говорить, потому что там отголосков достаточно. Недофинансирование проекта – это тоже одна из причин, дорогие друзья, почему, скажем так, в определенный период мы немножко затянули, или, скажем так, просрочился проект по сравнению с запланированным в бизнес-плане. Действительно квалифицированных субподрядчиков. Помните, да, что у нас в Минске в Экотехнопарке происходило, что у нас в Шарже было. Это слабости наши. Консервативность банковской системы. Долго можно это говорить. Инвесторы подключаются, слабостью является и то, но это, как, ну, скажем так, ну, это можно и слабость, но то, что к рынку с 181 дня, к рынку, куда выведены свободные акции. Ну, это маленькая слабость, но это как необходимость, поэтому отнесена мною к слабости. И теперь, значит, в данном случае опасности. Риски смещения сроков, мы это вполне вот так вот наклебались. Риски различных противоречий. То есть возникали противоречия там с теми, кто дают Белоруссии, давали, как сильно нас отодвинуло то, что, скажем, 27 согласований получили, а 28-й из-за перелетных птичек, которые на пол или на какое-то время там, скажем так, то ли мигрируют через трассу, то ли не мигрируют, то ли в каких-то пустах там останавливаются на две недели, то ли не останавливаются на высадку. Но тем не менее это был как фактор и сказали, да, друзья, это причина, все, как говорится, отвалите, можно сказать, от нас. Но понимаете, это различных противостояний. А мы знаем, что за этим стоит, но не будем сейчас об этом здесь говорить, потому что никто за руку не держал тех, кто хотели что-то там выиграть на этом. Риски различной дубликации, подделок. То есть эти риски есть. Значит, кто-то там будет пытаться и уже пытаются что-то делать, но мы все равно впереди. Но этот риск есть, что кто-то попробует дублицировать или дублировать аналогичные системы, потому что, но, скажем так, за плечами генерального конструктора 40 лет разработок. Да, допустим, 40 человек, такие же умных и гениальных, как Юницкий, могут это сделать за один год. Но тем не менее это надо за год сделать, понимаете. Надо разработать все то, что сделано за период с 2014 по 2020 год, по март 2021 год, понимаете. Так что, но риски есть. Слабая правовая регуляция народного инвестирования, инвестирования или, значит, кредитования проекта. Поэтому мы так ходим, скажем, по серой зоне. Вот много здесь зубов съели. Но тем не менее функционируем. Сама финансовая система, как мы уже говорили, она уже доживает. И поэтому этот риск есть, что здесь тоже могут быть... Это тоже влияет все тормозящее, понимаете. Отрицательно влияет псевдоплощадок. Масса разных. Заторможенность реглобализации. Значит, то мир глобализировался сейчас, реглобализируется. Но это более такой философский, организационно-правовой вопрос. Не будем сейчас на нем. Отставание мышления от процесса развития. Вот основные вещи. Сейчас в администрациях и у всех, кто могут наши потенциальными заказчиками и пользополучателями быть проектов, это все меняется. Но эта опасность есть, тем не менее. Поэтому, дорогие друзья, я на этом сегодня заканчиваю. Так есть. Есть ли информация о возможных будущих акциях с дисконтом 1 к 100? Никакой у меня нет. Не знаю. Не берусь сейчас об этом. Говорить я не готов, значит, Евгений, на этот вопрос ответить вам. Извините меня. Скажите, пожалуйста, почему компании не планируют выйти на IPO по схеме SPAC-компаний? Не знаю. Пока мы это не обсуждали, это надо будет с компетентными людьми, Евгений, обсуждать. Вот. Как, по какой схеме. Потому что сегодня мы тоже... Я просто вам традиционную схему привел. И мы не знаем, по какой схеме мы вообще выходить будем. И когда будем выходить. Может быть, мы очень мощно стартуем. Можно повелософствовать. Я как-то вот так чувствую, что очень сильно мы сможем воспользоваться вот этим вот здесь, видите. Во второй фазе вывод IPO, адресных проектов на СТО. Через это выйти очень сильно и вывести в конечном итоге, осуществить какой-то там обмен и бог знает еще что-то. Так, еще раз благодарю всех за вопросы, Евгений. Хорошие вопросы. Я уточню и отвечу вам вот на этот. Я не совсем понял, что с дисконтом будущих так, а возможно... Ведь эта возможность, по-моему, есть и так 1 к 100. По крайней мере, я пользуюсь этим, когда я сейчас завершаю свою инвестицию с голограммой, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, неважно. Так, еще раз, дорогие друзья. Так, минимально, там еще есть вопросы. Так, стоп, стоп. Так, по текущему уже больше... Да, правильно, максимальный дисконт в кабинете 57. Но это по простым инвестициям. Соответственно, минимальная стоимость доли, да... Да, да, самые неполучаемые стоимости. Немножко лучше там есть возможность, чем 57. Через Royal Capital Group можно по 66 и так далее. Если такие обычные схемы брать и большими суммами, то можно через Royal Capital Group по 66 инвестировать, купив акции Royal Capital Group. О чем мы говорили. Олег Сошников, это ответ вам. Так, я благодарю Олега Сошникова за то, что он мне помогал и помогает постоянно. Как говорится, если бы у меня шляпа была, я перед ним ее снял бы, перед Алексеем Яковым, помощником, Ольгой. Ольгой, значит, вот. И всех вас, кто вопросы задавали, имеете интерес к проекту, поддерживаете его. На нас всех держится проект. Как мы к нему относимся, как мы его пропагируем, так он и развивается. Будем позитивными, будем конструктивными. Проект наш в любом случае реализуется. Все движется в прогрессивном направлении. Я вас благодарю за внимание, желаю вам всем здоровья, сил, бодрости, берегите себя и своих близких. Ибо нам всем с вами пользоваться тем, что мы создаем. Понимаете, я недавно доставал вот эту монету нулевой километр. И сколько во мне поднялось эмоций. Чего я вам желаю? Это поддерживает, это дает возможности стареть. Я этого вам желаю. Всего доброго. До следующей встречи. Спасибо вам. Спасибо.